Сколько есть дверей Библиотека номер 7 поселка Маймаксанского лесного порта предлагает познакомиться с изобретениями, сделанных детьми. Ежегодно с 17 января во всем мире отмечается День детских изобретений или в ином переводе – День детей-изобретателей. Более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику. Все детские изобретения делают нашу жизнь удобнее и интереснее. День детских изобретений установлен не только для чествования юных гениев, но и направлен на то, чтобы побудить детей проявлять любопытство к окружающему миру и применять творческий подход при решении возникающих в жизни проблем. Дата 17 января выбрана не случайно. В этот день, в 1706 году, родился Бенджамин Франклин – известный политический деятель, который в отрочестве прославился на всю округу своими изобретениями. Когда ему исполнилось 12 лет, он смастерил из деревянных дощечек ласты, закрепленных на руках и ногах, которые позволили юному Франклину развивать такую скорость в воде, что он мгновенно стал кумиром мальчишек. После такого фурора он экспериментировал постоянно. Он посадил первые в Америке ивы, изобрел бифокальные линзы, бездымную печь и многое другое. Электрическую зубную щетку для космонавтов, не требующую использования воды, разработал ученик 7 класса Дмитрий Резников из Москвы. Идея необходимости создания такой щетки возникла в связи с тем, что, как сказал юный изобретатель, воды на борту орбитальной станции либо мало, либо она дорогая. Идея создания орбитальной зубной щетки пришла в голову столичному школьнику два года назад, после того, как 13-летний Дима Резников лично пообщался с российскими космонавтами. Однажды шестилетний Роберт Пейдж потребовал у своего папы машинку. Отец сводил мальчика в магазин, но там ему ничего не понравилось. Тогда папа предложил сыну самому нарисовать ту машинку, которую он хочет. Так в 1936 году на свет появился игрушечный самосвал с откидывающимся кузовом. Папа не только сделал сыну эту игрушку, но и запатентовал ее. В 1905 году 11-летний американский мальчик Фрэнк Эперсон случайно оставил на крыльце дома стакан с содовой водой и деревянной палочкой, которую он размешивал напиток. Ночью похолодало, содовое замерзло. На утро мальчик нагрел стакан под струей горящей воды, вынул из него содержимое, прилипшее к палочке, и съел. Это и был первый фруктовый лед. В 1920-х годах Эперсон получил патент и зарегистрировал торговую марку, но вскоре уступил права на нее сторонней компании. Сейчас она продает около 2 миллиардов палочек в год. Самый ходовой вкус – вишневый. Меховые наушники, которые спасают от ветра и холода, придумал 15-летний подросток из штата Мэн – Честер Гринвуд в 1873 году. Эта мысль о меховых наушниках пришла ему после того, как он отморозил уши, несколько дней пролежал после этого дома, а после еще раз сходил на каток и еще раз отморозил уши. А надо заметить, что шапку носить он не любил. И вот, возвращаясь как-то с катка, он зажимал уши руками. И вот это и натолкнуло его на мысль о меховых наушниках. К концам проволочной петли он прикрепил по кусочку меха и водрузил эту конструкцию на голову. Наушники произвели на его друзей такое впечатление, что 15-летнего подростка тут же нарекли местным дизайнером и попросили создать каждому из ребят парочку уникальных наушников. Шрифт Брайля. В трехлетнем возрасте Луи Брайль начал слепнуть. В результате воспаления глаз и окончательно ослеп в 5 лет. В 10 лет Луи отдали в институт для слепых детей. Книг для слепых было очень мало и отсутствовали учебники по многим предметам. В 12 лет Луи Брайль начал свои эксперименты по созданию алфавита для слепых. Он использовал каждую свободную минуту, иногда проводя за своими экспериментами целую ночь. Полностью он закончил свою работу к 15 годам. Метод состоял в использовании различных комбинаций, шести выпуклых точек. Каждая буква французского алфавита соответствовала свое расположение точек. Также отображались знаки припинания и цифры. Продолжая свои изыскания, Луи адаптировал метод для нотной записи. Джордж Ниссон, 16-летний гимнаст, изобрел батут в 1930 году. Он смотрел на воздушных гимнастов и сети, натянутые под куполом. А потом в одушевленной идее собрал металлическую конструкцию и натянул армейский тент. Так появился батут. Десятилетний ученик четвертого класса Сергей Валиев из Казани собрал из конструктора лего протез руки. Устройство, работающее на батарейке, надевается на руку, может сжимать и разжимать пальцы и захватывать предметы. Четвероклассник посещает кружок робототехники. Он рассказал о лего протезе, который сделал для людей, потерявших конечность. Это лего-рука. Она сделана для того, чтобы, ну, например, у некоторых людей не хватает руки или она слабая. Вот для этого им в помощь разработана лего-рука. Пока, правда, там надо нажимать на кнопки, но в дальнейшем, я надеюсь, можно будет сделать так, чтобы пальцы сгибались по приказанию мозга. Шестилетняя Амелия придумала вилку с вентилятором для того, чтобы вы не душе на горячую еду. В столовый прибор встроен вентилятор, который дует на горячую еду и может остудить ее. Нижегородские школьники создали оптический диск, способный вместить почти три десятка терабайт, которого хватит на 5 миллионов фото. Можно перечислять детские изобретения бесконечно, вспоминая и перчатки без пальцев, и бумажный пакет с квадратным дном, и калькулятор. Все это принесли в нашу жизнь гениальные умы юных изобретателей. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok